Где можно отлично провести время летом, не выезжая за город? Конечно же, в первую очередь это парки, скверы, места у фонтанов. Там не так жарко, можно встретить знакомых, друзей и неплохо повеселиться. Особенно, когда проходят какие-то мероприятия под открытым небом. Как показала практика, жители Донецка ждут и любят такие праздницы. Хотя бы вспомнить концерт оркестра эстрадной и джазовой музыки Камертон, который состоялся не так давно у фонтана на площади Лениным. Тогда музыканты собрали вокруг себя много почитателей музыкального искусства, да и не только. Люди просто проходя мимо останавливались, чтобы послушать звучащую музыку. Играет музыка. Мы часто случайно вообще шли, с ребенком гулять, как всегда, как обычно, и случайно услышали, решили подойти, посмотреть, послушать. Прекрасно, повышает настроение людей. Люди немножко расстроены. Это просто объединяет людей. Мысли совершенно другие у человека, что жизнь будет лучше, надежда впереди. Она заботится как-то всесторонне. И все-таки у людей какая-то есть не только какая-то, а большая надежда на самое лучшее, самое светлое в будущем. Очень интересно, да, я думаю. И для детей познавательно. Они тоже хорошо проводят время, и взрослые тоже. Вот нам предложили для дальнейшего, когда наши детки вырастут, с 5 лет посещать. Мы бы хотели в дальнейшем вырастить, мы бы посещать. Такое мероприятие уже проводилось в позапрошлом году, поэтому мы в этом году пришли. Эстрадные джазовые произведения традиционные и отечественных, и зарубежных композиторов. Где-то программа идет час 10, час 15. Прекрасная инициатива. Дело в том, что это приобщает молодежь к музыке, к настоящей современной музыке. Это очень полезно для развития души, и, конечно же, это приобщает людей к высокому. Это воспитывает людей, это дает им возможность почувствовать лучше себя при помощи музыки. И, конечно же, пробудить таланты, потому что молодежь наша очень талантливая, вы сами это знаете. Я очень приветствую такое мероприятие, и, конечно, считаю, что оно должно иметь место не только летом. Это мероприятие было посвящено теплым дружеским отношениям и старым добрым друзьям. В нем приняли участие преподаватели и учащиеся в музыкальной школе номер 2 города Донецка. Сегодняшнее мероприятие, такой прекрасный вечерний день, инициировано нашей школой и Дворцом культуры имени Горького при поддержке управления культурой администрации города Донецка. Решили данное мероприятие организовать и показать, на что способна наша школа и уровень, который прекрасно им подготовили дети. Приличная музыка, очень комфортная для души, для людей, для нашей народной республики, для здоровья, для души, для тела, для всего. Отлично. Мы успешили на этот концерт очень, очень нравится. Спасибо, что такие мероприятия проводятся. Мы любим эту музыку, играем ее тоже, мы тоже музыка. Творческий коллектив под руководством Владимира Краснокутского существует более 20 лет и является многократным лауреатом международных и городских конкурсов и фестивалей. Я выбирал темы и на них делал оранжевую. Звучание немножко другое. Там помещение, там акустика, там все такое. А здесь приходится немножко, вот, ветер мешает, допустим, всякие шумы посторонние, так что это учитывать надо. Повод послушать наши музыкальные коллективы, нашу филармонию, билеты и в театр достать трудно. Людей много, желающих много. А тут на улице не слышим воздух. Это культура нашей страны, это развитие наших детей. Если будет желание, мы с радостью в конце августа еще повторим наши выступления. Хотелось бы, чтобы в будущем таких концертных программ становилось больше, ведь для дончан это как глоток свежего воздуха. Дончан. Субтитры подогнал «Симон»